В Дружковке открыли единое окно. Крупный админцентр, где можно быстро получить десятки разрешительных документов. Вслед за единым окном, говорят чиновники, планируют открыть и социальный городок. Подробнее расскажут мои коллеги. Открытие нового центра предоставления админуслов в Дружковке ждали давно. Для горожан и работников единого окна здесь созданы все условия. Современная техника, просторные помещения, электронная очередь и даже детский уголок. Для маломобильных групп населения пандусы. Но главное – оперативность обслуживания и вежливый персонал. Конечно, нужно это очень удобно. Вообще-то прийти и нигде не ждать неделю-две, когда подходит. Не знаю, мне кажется, это очень удобно. В новом центре будут работать 28 специалистов. Они смогут предоставлять более 140 услуг, в том числе выдавать разрешительные документы и справки. Одночасно у нас могут прийматься на 11 рабочих мест администраторов, 11 человек. Одночасно. Но под час приема, до приема могут заполнивать документы в зоне очекования и отримать информацию. Центр находится в отремонтированном здании. Сам проект по созданию единого окна обошелся в 5 миллионов гривен. Часть средств предоставил Государственный фонд регионального развития Украины. Остальные власти Дружковки выделили из местного бюджета. Иностранные организации помогли обучить персонал и внедрить новые методики работы. Теперь в планах городских чиновников еще более амбициозный проект. Создание так называемого социального городка. Другий проект, который мы сегодня планируем сделать, и уже разработали проект, экспертизу провели, сделать единственным простором между СССР, и этим социальным местом сделать, то есть расширить наш спектр послуг. Взагалі наша задача така, щоб насправді інфраструктура була неймовірно, красиво, зручно, щоб насправді тут багато було українських, дональських куркулів, правда? Проект по созданию социального городка заинтересовал представителей программы развития ООН. Іностранные доноры пообещали рассмотреть возможность выделения средств на реализацию идеи. Стоимость проекта 30 млн гривен. Ольга Сламяна, Алексей Куделя, Игорь Монастырев, Телеканал Донбасс.